Давайте поговорим о самом сильном саппорте в игре, это Рафаэль. Этот герой понадобится каждому, и этот герой значительно усиливает вашу команду, облегчает прохождение кампании, шахты и особенно гиперпространство. Ну и конечно на арене без него вам не обойтись. Давайте посмотрим откуда их его взять. Прежде всего его можно получить в роял казино, как вы видите он у меня здесь стоит. Давайте попробуем и крутанем 10 фишек. Я конечно не верю, что он выпадет, но... Ну как вы видите, конечно он не выпадет. Ну и самый реальный способ его получить, это купить в магазине кинотеатра. Я вам советую первым делом покупать именно этого героя в этом магазине. И не тратить больше ни на чего. Покупаем Рафаэля. Призываем его. Теперь давайте скрафтим его золотую копию. Заходим на теневой рынок, убираем повышение. Для повышения до золотого нам понадобится 3 копии Рафаэля. Также нам понадобится 3 копии Уайзы. И 2 копии любых героев природы. Золотой Рафаэль у нас готов. Давайте дадим ему 5 звезд. При повышении на пятую звезду у него появляется в последнем скелле 2 ветки. Это очень интересные ветки. Первая ветка при поглощении 3 очков энергии обычная атака наносит случайному противнику 100% ирона. И самое главное, это двум союзникам дает 60 очков ярости. Вторая ветка также поглощает 3 очка и с двух союзников снимает все отрицательные эффекты. Первая ветка это скорее ПВЕ вариант, а вторая ветка это как раз уже скорее вариант для арены. А теперь рассмотрим все остальные скиллы Рафаэля. Самый главный его скилл это пассивка. В начале каждого раунда восстанавливает одному союзнику с наименьшим запасом УЗ в размере 5% от своего здоровья. И самое-самое главное, это вешает молитву исцеления или так называемый крестик. Которая преобразует полученный урон от атаки в ОЗЕ. То есть какой-нибудь ваш герой уже практически умирает. Тут Рафаэль кидает на него крест. Например, пол противника стреляет в этого героя и тем самым отхиливает этому уже полумертвому герою фулл хп. Потому что крест преобразует урон в здоровье. Давайте рассмотрим другие скиллы. Например, ульта. Наносит случайному противнику 100% урона. И восстанавливает трём союзникам с наименьшим запасом ОЗ 5% от максимального здоровья Рафаэля. Сколько он восстановит здоровье, зависит от его максимального здоровья. Следующий скилл это мантра. Во время атаки на 2 раунда даёт одному союзнику с наименьшим запасом ОЗ регенерацию. Эта регенерация восстанавливает очки в размере 3% от максимального запаса ОЗ Рафаэля. То есть опять восстановление от его ОЗ. Ну и в качестве ветки мы выбрали первый маршрут. В начале каждого раунда снимает действие всех отрицательных эффектов с одного случайного героя. Итак, следующий скилл мантра непревзойдённость. Подпав под смертельную атаку, до конца раунда он становится бессмертным. Какую из веток брать, выбирайте сами. Я выбрал первую ветку, что попав под атаку, он с вероятностью 50% получает 1 очко энергии. Ну и последний скилл это мантра Божий свет. Поглощает 1 очко энергии, наносит одному случайному противнику 100% урона, а также восстанавливает одному союзнику с наименьшим запасом ОЗ здоровье в размере 5% от максимального здоровья Рафаэля. Мы видим очередной скилл и очередной скилл восстанавливает здоровье от максимального здоровья самого Рафаэля. Давайте перейдём к экипировке. Прежде всего мы видели, что все его скиллы восстанавливают здоровье от его максимального здоровья. Поэтому нужно выбирать бонусы на вещи со здоровьем. В качестве вещей ему хорошо подойдут фиолетовый или как у меня золотой сет. При двух вещах он даёт 9% здоровья, а при четырёх вещах ещё плюс 9% здоровья. В качестве дополнительного оружия это фракционное оружие на плюс 8% здоровья. В качестве сета камней вы можете выбрать любой сет, но самое главное, чтобы все самоцветы имели бонус на здоровье. Потому что чем больше здоровья у самого Рафаэля, тем больше он будет лечить других. И тем живучее, конечно, он будет. Итак, подведём некий итог. Рафаэль это персонаж, который нужен всем. Нужно одевать его в здоровье. Все камни ставить ему на здоровье. То есть, чем больше здоровья Рафаэля, тем он живучее и эффективнее становится. Можно даже пренебречь силой атаки и поставить в качестве дополнительного оружия ему. Оружие на процент здоровья. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok